Добрый день! С вами я, Владимир Свержин и программа Однажды. Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать в какую именно. Каждый из нас наверняка сталкивался с пакетиками для заваривания чая. Однако мало кто знает, как они появились. А даже и те, кто знают, что их придумал чайный король Томас Липтон, не знают предысторию этих пакетиков. В 18 веке чай стал любимым напитком англичан. Его пили как аристократы, так и самая распоследняя голодьба. Однако же чай стоил очень дорого. Свежий чай был доступен только аристократам или состоятельным промышленникам. В их домах было принято пить только первую заварку, изредка вторую. После чего чай отдавался слугам. Те, в свою очередь, тоже подчевались. Спитый чай они высушивали, несколько подкрашивали и продавали на так называемом вторичном рынке чая. Желая извлечь побольше прибыли, они начали добавлять туда высушенные, подкрашенные листья бузины, шиповника и тому подобное. Порою такое дополнение превращало чай в настоящую отраву. Для того, чтобы скрыть от покупателя, что, собственно говоря, он будет пить, некий ловкач придумал делать мешочки из нитяной ткани. Они были всем хороши, но иногда оставляли получившимся напитки нитки в конце 19 века. Американец Том Селливан придумал бумажные пакетики, пришедшие на смену нитяным мешочкам. Эти пакетики оценил гений рекламы Томас Липтон, который и привнес в современную цивилизацию это бывшее орудие мошенников.